всем привет спасибо вам как всегда за то что мы вместе с вами что вы слушаете мои рассказы удивительные смотрите вот эти вот изумительные ролики мне это очень приятно и спасибо вам за то что материально поддерживайте канал напоминаю еще раз что обратите внимание на существование плейлистов там очень много уже всяких разных пластинок поэтому прежде чем просить что-то показать посмотрите в плейлисты там с вероятностью 90 процентов искомая пластинка присутствует ну а я сегодня дико устал я сегодня встречался с детьми читал им лекцию но не о современном кинематографе но так по касательной что называется вообще рассказывал о прошлом о знакомстве с витей цоем о том как мы записывали студии тропилла 5 10 вот это все рассказывал дети изумительные глаза горят им интересно все это самое главное чтобы было интересно чтобы было любопытство любопытство правит миром и меняет его ну и конечно прошлое прошлое вспоминал и вспомнил одну из первых своих виниловых пластинок не не первую далеко и не десятую далеко и даже не двадцатую но одну из первых то есть я был еще молод мне было лет 17 наверное и я приобрел вот этот замечательный альбом ринга старт рота гравюра ринга с рота гравюра точнее 1976 год он как раз тогда только что появился вот еще раз покажу красавец я обожаю этого музыканта один из моих любимых музыкантов на самом деле это все участники записи да один из самых любимых музыкантов один из самых моих любимых барабанщиков в рок-музыке изумительный просто изумительный ударник барабанщик как угодно можно назвать и кого вот я не спрашивал из профессиональных ударников все один голос говорят что это ринга стар это то что надо это то что надо но не будем о тонкостях музыкальных этот альбом не считается его лучшим альбомом и рейтинг тому не зигает скажем он весьма средний но это не значит что это пластинка плохая она по музыке очень хорошая а популярность эта штука ведь очень относительно она зависит от времени когда этот альбом появляется от масс разных факторов от моды от тех пластинок которые выходят одновременно с какой-то вот конкретной пластинкой очень много всего здесь работает но несколько песен с этого альбома были в топах были в списках billboard по выходе этой пластинки и в общем все было нормально они не были на первых местах где-то там на двадцатых но знаете когда ты в списке billboard на двадцатом месте это можно молить небеса и благодарить их нифига себе я куда взлетел но эта пластинка хороша еще и тем интересно точнее еще и тем что помимо хорошей музыки действительно хороших песен классного исполнения огромного количества замечательных артистов которые здесь играют на самых разных инструментов я расскажу чуть позже это для меня ну и не только для меня а вообще по факту истории это такое окончательное окончательное прощание с битлз то есть перед тем как начать работать над этим альбомом и у ринга закончились все контрактные обязательства все контрактные отношения с компанией apple все и история битлз такая деловая для него перестала работать чуть не сказал перестала существовать ну как она существовала существует и существовать будет потому что apple и битлз и ринга старых а рисун и и леннона и маккартни это неразрывная вещь но тем не менее все контракты все деловые отношения закончились и ринга заключил контракт с компанией полидор тире atlantic в англии дальше его работа шла с полидором в америке соответственно это был атлантик но это как бы один конгломерат такой большой а с компанией полидор битлз имели дела самом-самом начале своей карьеры в самом глубоком уже прошлом и вот снова ринга вернулся к полидору и к атлантику ну атлантик в штатах это конечно это машина вот он родной наш атлантик это да даже все знают что это за компания и насколько она мощная и сколько замечательных пластинок вы будет вышла на атлантик лекарс на задней стороне обложки кто не знает наверное все знают наши в интернете об этом 100 статей уже есть это фотография служебного входа в лондонский офис компании apple двери списана фанатами битлз самые разные надписи их тут много и через лупу можно это рассматривать лупа изображена вот здесь на передней стороне обложки как я уже говорил это была одна из первых моих виниловых пластинок я ее слушал без конца она мне очень нравилась и продолжает нравиться но вы же знаете что та музыка которую мы слушали в детстве в юности она с нами остается навсегда и это бывает очень хорошая музыка бывает не очень хорошая музыка но она всегда у нас в сознании в душе присутствует это я как как будто я не оправдываю этот альбом он хороший он классный иначе я бы его не стал показывать я бы не стала показывать и здесь помимо того что это окончательный расход с компанией apple это как бы преддверие того что потом уже в наше время выстрелит в виде ринга star all stars band когда на сцену выходят грандиозные английские американские артисты вместе с ринга старом и играют и свои песни и песни ринга и песни битлз и все это звучит как мега какой-то гигантский межгалактический рок-оркестр это очень здорово и ринга star all stars band это конечно то я вам скажу такое явление природы надо же было ринга умудрится собрать такой состав и здесь такие зачаточные 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 всполохи вот как интересно да здесь как бы начало развитие этого all stars band потому что много артистов и помимо того что много артистов в виде там эрика клептона питера фрэмптона майкла брейкера его брата и кого еще доктора джона присутствует и пол маккартни и джордж харрисон и джон леннон правда харрисон здесь помню нигде не играет если я не помню но он отдал свою песню ринга star чуть позже мы продолжу эту тему то есть все четверо битлз здесь соединены на этом альбоме уникальное в этом смысле пластинка то есть все четверо музыкантов битлз здесь присутствует так или иначе после этого уже ничего подобного не происходило ни на одном альбоме сольным и не сольным никогда вчетвером они больше не собирались продюсером выступил ариф мардин это атлантик подтолкнул к ринга старого вместо его старого приятеля ричарда перри подтолкнула арифа мардина а мардин он очень мощный продюсер он занимался биджиз занимался там куча артистов всяких разных очень опытный человек при этом сам музыкант играет на фортепиано на органе и на этом альбоме он тоже играет кое-где в некоторых песнях очень хорошо спродюсировал очень плотный звук такой оркестровый с одной стороны с другой стороны рок но эту пластинку хорошо слушать конечно вечером когда горит камин у вас или не камин а какая-нибудь лампочка цветная до сидеть с девушкой выпивать вино или чай не знаю что и приятно проводить время и каждый знает до после трудного дня после трудного рабочего дня сесть расслабиться включить этот альбом и получать такой хороший семейный кайф девушка спросит это что вот это и есть твоя рок-музыка вот это вот а ты скажешь дура ты ничего-то не не соображаешь ты в рок-музыке да это и есть настоящая рок-музыка это настоящий кайф джон леннон пришел в студию первым кринга стару принес свою песню кукин сыграл на фортепиано в песне кукин это первая песня на второй стороне хорошая бодрая рок-н-ролльная в меру история она просто очень хорошая песня ленноновская очень классно и леннон здесь слышен не в голосе а в построении мелодии в подачи в куплетах куплет припев в рефрине то есть все от ленноновская структура такая а вот следующий номер на второй стороне сразу перескочил на вторую сторону то есть интересно асти лавью песня джорджа харрисона харрисон собирался было поиграть здесь но он был занят запись своего альбома и не сложилось у него присутствие по моему не играет здесь да и не помню мне не играет играет здесь гитарист рингостара лон ван итан партию харрисона который написал джордж и аранжировал это все рингостар когда харрисон услышал эту песню он подал в суд на рингостара вот такой вот любое ни одно доброе дело не остается безнаказанным что называется да держи ринго песню тебе записывай на альбом я тебе ее дарю ринго добрая душа чистая душа взял записал и получил судебный иск потому что не понравилась джорджу харрисона аранжировка вот так но дело было замято слава богу харрисон жук еще тот я про это говорил и мне про это рассказывали мои американские друзья что жук еще жучара такая что палец в рот не клади при всей этой вот одухотворенности да но об этом после в общем дело замяли и все хорошо песня вошла в альбом вышла и песня очень хорошие в чистом виде харрисоновская вот не с не спутаешь ни с чем ее ну поет рингостар аранжирует стар и вот эта доброта рингостара доброта в его голосе в его отношении в его подаче она просто настолько красит всю эту пластинку что я говорю что это полный такой настоящий семейный кайф следующую песню написал эрик клептон this be called a song это может называться песней как бы шуточная песня но хорошая песня эрика клептону эрика клептон таких как бы шуточных песен несколько альбомов на самом деле потом вышло у него в каждом альбоме половина примерно вот такого уровня песен поэтому очень хорошо это звучит харрисон играя в смысле клептон играет на гитаре как он умеет а он умеет мы все знаем очень здорово очень хорошо las brisos следующая песня это все вторая сторона но это просто мексиканское веселье вот это настоящая шуточная песня в отличие от предыдущей песни клептоновской это рингостар со своей подружкой написали то ли после поездки в мексику то ли перед поездкой в мексику абсолютно тупая веселуха что значит тупая веселуха то есть в мексике выпили хорошего напитка и оттягиваются на пляже вот что значит тупая веселуха то есть хорошо проводит время также как я рекомендую поступать вам поставив эту пластинку на проигрыватель заканчивается пластинка леди гей песней который тоже приложил руку рингостар завершающая монументальная песня это могла бы быть песня пола маккартни но эта песня не пола маккартни а песня пола маккартни на первой стороне пью голод называется она здесь и маккартни и линда поют бэк-вокалы рингостар поет лидирующий вокал играет группа огромная и все это сопровождается симфоническим оркестром как любит пол маккартни то есть не спутаешь ни с чем вот это вот пью голд ставишь это что это новый альбом маккартни а почему поет рингостар здорово но самый кайф для меня это эдосов рок-н-ролл первая песня на первой стороне ломовая она вышла си на сингле она стала хитом это очень крутой номер на гитаре играет питер фрэмптон узнаваемо очень вот этот тонкий фрэмптоновский звук с квакушечкой просто просто блестящие песни настоящий рок-н-ролл но очень можешь мощно сыгранные братья брейкеры здесь трубят трубы саксофоны еще кроме них еще духовая секция небольшая и такой плотняк рок-н-ролльный настоящий рок-н-ролль на блюзова попсовый хорошем смысле хорош настоящий большой поп то есть очень крутая песня и здесь мне еще нравится а ну очень смешная смешная вещь край конечно это старый какой-то старый 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 напев песня новая напев очень 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 древний такой так такая вот лирика семейная просто бабушкин бабушкинские песни такие но очень очень миленько и замечательная песня хэй бэйби песня 62 года который очень любил джон леннон и таскал на гастроли с собой сингл с записью этой песни 62 года и ринга старые естественно знал наизусть потому что леннон в отеле постоянно и слушал своем номере всем плешь проел этой замечательной вещи и ринга старые записал по-своему мощно плотно громко в общем полный оттяг и я пошел пить пока под музыку ринга стара пьем